Денежный сертификат Премия главы района для комбайнеров – стимул в работе. Дмитрий Иванов объезжает хозяйство и вручает сертификаты механизатором хозяйства «Закамья Агро» и агрофирмы «Чистопольская». Они успешно выполняют установленный ежедневный план. Такие же денежные сертификаты получат передовики других хозяйств района. Вырастили хороший урожай, хорошие намолоты, молодцы. Сейчас непростое время, дожди начинаются. Должны максимально короткие сроки убрать этот урожай, чтобы не было потерь. Окрайне то, что сертификат дают и организаторы еще плюс добавляют. У нас получается один сертификат – тысяча рублей, не пятьсот, а тысяча. Стимул есть. Для боевого настроя и небольшой передышки для комбайнера звучат песни в исполнении агитбригад отдела культуры. Но особо много времени для отдыха у механизаторов нет. Завершается уборка озимой пшеницы. Впереди внушительные объемы ячменя, рапсы, гречки, доника, горчицы и подготовка почвы к посеву озимых культур. «Земля моя рада, любимая песня моя». Когда написал какой-то этюд, одну работу, что жизнь уже прожила не зря. Это лучшее время для меня, когда я пишу от этюда. На холсте у Анатолия Зиновьева и его коллег – преподавателей детской художественной школы «Панорама Камы». Это излюбленное место художников, потому Пленэр впервые за долгое время решили организовать именно здесь. У каждого свой взгляд на природу. Кто-то работает маслом, кто-то акварелью, кто-то предпочитает графику. В течение нескольких часов появляются этюды, не похожие друг на друга. У кого-то композиции хорошие, у кого-то цвет, у кого-то тон и так далее. И поэтому вот это все, оно окрыляет как-то, оно подпитывает. И оно обогащает, конечно. Это очень-то здорово, когда мы выходим вот так вот организованно на Пленэр. Единый дух. Да, да. В период пандемии художественной школе тоже пришлось работать в онлайн-режиме. Сейчас педагоги готовятся к новому учебному году. В школе проводится капитальный ремонт. Участие в Пленэре восприняли как редкую возможность переключиться на личное творчество. Это как бы самая лучшая форма повышения квалификации преподавателей. То есть вот они сейчас работают даже друг с другом. Они могут поделиться своим опытом, кому-то какой-то совет преподать. То есть это очень важно для обучения с детьми. То есть то, что знает преподаватель, будут знать и его ученики. Пленэры проходят уже несколько дней. Все работы художников лягут в основу новой выставки. Кроме речных пейзажей, на ней будут представлены этюды с городскими улицами и старинными постройками. Врачи родильного дома дарят подарки молодым мамам. Всех гостей объединяет одно. Вот уже почти два года они кормят своих малышей грудным молоком. Такой подход к питанию в родильном доме принципиальный. С момента рождения и на протяжении всего времени пребывания в нем кормление грудью должно быть обязательным. Как гарантия полноценного развития ребенка. Это какая-то связь между мамой и малышом. Потом питательные вещества. Все-таки ничто не заметно. Грудное молоко по витаминному составу. Был страх изначально, что ребенок не наедается. Я пыталась подкармливать смесью, но опытные врачи меня остановили. Сказали, что этого делать не нужно, что молока достаточно, что не переживай. Все восстановится и вот все хорошо у нас. В неделю грудного вскармливания Лилия Флегонтова пришла в родильный дом за подарками вместе с дочкой Валерией. Ребенку год и восемь месяцев. Молодая мама планирует грудное кормление до трех лет по совету консультантов. Она, как и другие мамы, поддерживает с ними связь еще с курсов подготовки к родам. Они всегда подскажут, как сделать правильно, как грамотно, правильно приложить к груди ребенка. Дают всякие советы. Очень это нужно. Сейчас уже достоверно можно сказать, что 98% у нас в родильном доме предпочитают грудное вскармливание и уходят из наших стен, именно говоря о том, что я буду кормить грудным молоком. После выписки из роддома женщины не остаются наедине со своими вопросами по кормлению. Их они всегда могут задать консультантам, уже будучи дома, по телефонам горячей линии, в социальных мессенджерах или при личной встрече. Такое взаимодействие врачей и молодых мам доказало свою эффективность. Мама сама рада своим достижениям и мы рады показать всему населению Чистопольского района, что есть такие мамочки, активно поощряющие, которые хотят кормить длительно и понимают, в чем роль грудного вскармливания. Я, хоть и живу в Башкирии, я татарин. Меня интересуют все города, вся земля Татарстана. Именно в Чистополе Вакиль Шахидинов провел несколько пленеров. Город и его истории вдохновили на дальнейшее творчество, говорит художник. Он заслуженный деятель искусств Татарстана и Башкортостана, живописец и монументалист. Сегодня знакомят жителей Чистополя со своими картинами из серии «Икрер». Они были созданы после совершения хаджа в Мекку и уже облетели множество российских и зарубежных выставок. Особый взгляд на мир, особый взгляд художника, он как бы ценен. И то, что вы помогаете воспитывать духовно жителей, выступите огромное слава, благодарность и вам. На выставке «Хадж Мекка Откровения» представлены более 30 произведений из личной коллекции Вакиля Шахидинова. Все они написаны маслом на холсте в стиле метафизического реализма. Задача перед художником стоит непростая – показать свое мироощущение и особенности художественного метода, познакомить с сюжетами религиозной истории. Показать историю ислама не нарушает требования Корана, а в жеописных картинах. Такого еще не было с возникновения ислама. Но я думаю, что это дело нужное и полезное. Стать гостем персональной выставки художника может любой желающий. Она размещена в исламском центре Чистополя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok